Что там такое? Пока не знаю. Может, это кто-то из вас заказал посылку? Я ничего не покупала. А ты, Барби? И я нет. Осталась одна. Это не моя посылка. Раз не ваша, то давайте просто узнаем, что лежит внутри. А здесь у нас огромный аппетитный тортик. Гляньте, какой красавец. Это мой, я его заказывала. Не обманывай, я только что вспомнила, что я делала заказ. Они обе врут. Тортик мой. А ну, перестали спорить и сели на места. Если не можете дружно решить, чей торт, то придется решать в челлендже. Кто лучше всех нарисует, тот и получит вкусняшку. Понятно? Правила очень простые. Ну что, девочки, вы готовы к началу челленджа? Вашим первым призом станет этот шоколадный фонтан. Если постараетесь и нарисуете что-то красивое теми красками, которые лежат у вас на столе, фонтан ваш. Время пошло, у вас одна минута. Как пошло уже? Тогда пора бы приступить к рисованию. Мне очень нравятся такие краски. Они никогда не оставят грязи на бумаге. Блин, но у меня нет коричневого. Как же мне рисовать? Джули, можно я возьму у тебя? Нет, убери руки. Какая ты злая. Ладно, тогда придется действовать другим путем. Если у меня нет коричневой краски, чтобы нарисовать шоколад, то я использую настоящий шоколад. Это же крутая идея. Правда, теперь мне хочется все это выпить. Думаю, мне и помеша краски хватит. Как же это вкусно. Теперь осталось понять, как рисовать парой капель шоколада. А у меня получается очень красиво. Так что я даже не переживаю. Приз точно будет моим. Вот это да, у тебя и правда все выглядит круто. Я не могу допустить, чтобы победила Джули. Нужно быстренько испортить ее рисунок, пока она о чем-то там мечтает. Вот и все. Теперь мои шансы на победу в разы выросли. Девочки, ваше время вышло. Пора показывать, какие шедевры вы успели нарисовать. Кто посмел разрезать мой шедевр? Воры! Так-так, Барби, это выглядит мерзко. И на шоколад совсем не похоже. А как вам моя работа? Джейн, ты мне нравишься, но в этот раз явно не старалась. Ух ты, Джули. А вот твоя работа просто восхитительна. Понятно. Ладно вам, ничто не сравнится с моим гениальным умением рисовать. И как шоколад? Вкусный! В этот раз ваш подарок будет еще круче. Вы получите новенький айфон. Как вам такое? У вас снова есть одна минута. Погнали! Ура! На этот раз не придется рисовать дурацкими красками. Фломастерами это делать гораздо удобнее. А мне больше красками нравится. Так получается не очень. Да уж, получается криво. Выглядит так, будто картину рисовал кто-то пьяный. Не мешай мне. Что же мне делать? Точно, у меня идея. Но для ее воплощения мне нужен айфон. Теперь мне всего лишь нужно вырезать картинку на лицевой стороне коробки. Тогда я точно смогу выиграть. Ну что, время вышло. Показывайте, что успели накалякать. Как вам мой? Ой, я не специально. Как не стыдно. Жульничать нехорошо. Джулия, твоя работа тоже не из лучших. Ты можешь гораздо круче. А вот у Джейн просто прекрасный рисунок. Так что именно она получает главный приз. Айфон. Держи, Джейн. Ты заслужила этот айфон. Ура, я о нем мечтала. Спасибо большое. Дай мне попользоваться. Нет уж. Эй, а почему он не работает? И почему он пачкается? Что вы мне подсунули? Это же шоколад. Дай мне шоколад. Ничего я тебе не дам. Сама его съем. Шоколад я тоже люблю. Жадина. Ну ничего, ты еще пожалеешь, что пошла против Джули. Твоей шоколадке хана. Посмотрим, как ты теперь ее съешь. Что ты наделала? Она вся растаяла. Хотя какая разница. Я все равно смогу ее слопать. И я. Нет, даже не прикасайся к ней. Понравились вам новые краски? Значит, вам и поп-ит понравится. Такой маленький? Нет, конечно. Я просто вас разыграл. Вот наш настоящий приз. Все бы хотели поиграть в такой поп-ит. Ваша минута нарисования уже пошла. Так что поднажмите. Я бы хотела такой поп-ит. Тыкала бы в него все время. Кажется, наша Барби размечталась. Нужно бы ее разбудить. Эй, что вы делаете? Вот тебе в ответ. Зачем лицо-то? У меня потом прыщи вылезут. Так тебе и надо. А вообще, вы подкинули мне интересную идею. Рисовать поп-ит пальцами – это очень удобно. Звучит и правда прикольно. Нужно и мне так попробовать. Но рисовать я буду не одним пальчиком, а сразу всеми. Будет круто. Вы уже рисуете? А что делать мне? Точно. Чтобы еще больше увеличить скорость, мне нужна осколка. Теперь дай мне свою руку, Джули. Теперь я смогу быстро нарисовать рисунок, который превзойдет остальные работы. Блин, получается не так, как я хотела. Как же так, что я наделала? Девочки, пора останавливаться. Ваше время подошло к концу. Ну что, Барби, твой рисунок неплох. Но было и лучше. Джейн, а это еще что за обрывок? Никуда не годится. А вот у Джули получилось круто. Это и правда похоже на поп-ит. Так что она получает главный приз. Теперь вы долго меня не услышите. Эй, Джули! Очнись, мы тут. Я знаю, что может помочь Джули. Джули! Не помогает. Нужно что-то более резкое. Ничего не помогает? Чего мы мучаемся? Нужно просто забрать поп-ит у Джули и все. Ты что делаешь? Верни. Я честно его получила. Ой, как прикольно в него тыкать. Я же говорила. Теперь у меня вообще подруг не осталось. Смотрите, в этот раз опять новые краски. Выглядит круто. Интересно, что внутри тюбиков. Нужно заглянуть. Эй, зачем ты это сделала? Чтобы ты повнимательнее рассмотрела краску. Тебе, кстати, очень идет зеленый цвет. Это не смешно, мне больно. А ну хватит ругаться. Лучше посмотрите, какой приз вас ждет на этот раз. Это же очень круто. Не бойтесь, я просто хочу набрать воды вам в стаканчики. Вот это да, как круто. Получит это ружье так, кто лучше всего его нарисует. Время пошло. Я бы очень хотела поиграть с ружьем. Поэтому я буду стараться рисовать максимально красиво. Я тоже. Надеюсь, ведущему понравится моя работа. Тут важно не просто вылить краски. Тут важно правильно нарисовать контур ружья. Кроме того, нужно не забыть про мелкие детали. Это тоже очень важно. Полностью согласна. В общем, можно просто очень постараться. Пока что у меня получается не очень прикольно. Да уж, ты будто рисовать разучилась. А вот Барби – это моя конкурентка. Нужно что-то делать. Барби, смотри, кто это там? Где? Ты пока ищи, а я рисуночки наши местами поменяю. Эй, тебе кто разрешил мой рисунок трогать? Отдай его. Ну вот, а зря я так долго старалась. Так тебе и надо. Зато пресс теперь мой. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джейн, это никуда не годится. До этого ты рисовала лучше. Джули, твоя работа явно получше. Но все равно не очень. А вот у Барби рисунок и правда классный. Так что поздравляю, именно Барби получает водяное ружье. Ну что, кажется, пришло время отомстить за то, что вы не давали мне победить. Но я все равно это сделала. Вам хана. Получайте! Вот вам! Ой, вот это уже слишком. Посмотрите, какой аппетитный сэндвич вы получите, если круто его нарисуете. Правила те же. Ваша минута пошла. Интересно, чем мы будем рисовать на этот раз? Вот это да, карандаши. Вау! Круто! Старые добрые карандаши. Наконец-то карандаши. Ими рисовать проще всего. Да и если что, всегда можно стереть. Но сэндвич выглядит очень аппетитным. Так и хочется поскорее его слопать. Я уже представляю, как буду его жевать. Барби обслюнявила свой рисунок. И даже не замечает этого. Эй, Барби, очнись. Что же я наделала? У меня теперь весь лист мокрый. Что же мне делать? Тебе остается только надеяться и смотреть, как рисует настоящий профи. Вот это я понимаю, крутой рисунок. Он настолько хорош, что сложно определить, где именно настоящий бургер. Круто! Он и правда хорош. Мне такой рисунок очень нравится. Ну вот, пока я смотрела на рисунок Джули, я случайно испортила свой. Ваше время вышло. Показывайте скорее свои шедевры. Так-так, Барби, у тебя почему-то все в воде. А у Джейн просто очень простой рисунок, будто бы его ребенок нарисовал. Зато меня очень порадовала Джули. Именно она и получит бургер. Ура, наконец-то я смогу поесть. Я так давно о нем мечтала. Фу, она такая противная. Совсем аккуратно есть не умеет. Что же ждет нас в этот раз? Это же кошачий корм, он для животных. А мы люди. Кому-то из нас придется его съесть. Давайте узнаем, кому. Мне придется его облизывать. Мерзость. А мне нет, я буду сидеть и смеяться. Но кажется, я знаю, кто будет есть этот корм. Кто? Точно не я. А ну стоять, куда пошел? Тебе еще корм есть. Ладно, ладно. Но корм даже воняет отвратительно. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее я с этим покончу. Давайте сюда корм. Вот это смелость. Корм же ужасный. Ужасный? Просто отвратительный. Его даже на языке держать гадко. Поэтому, Энди, я не знаю, как ты будешь его есть. Сочувствую. Почему же я? Сначала Мэри. Не обманывай, ешь давай. Неужели мне прямо вот надо? Я боюсь. Сколько можно ждать? Вот, у меня для тебя есть ложка. Так будет быстрее. Вот уж спасибо. Но я все равно его есть не буду. Ты что наделал? Зачем? Теперь я вся в корме. А тебе все равно придется его съесть. А вот и нет. Не буду, не хочу. Теперь тебе придется есть корм быстрее. Ты что сделала? Я не хотел это есть. Но съел. Вкусно? Нет, фу. Вот это да. Какой аппетитный бургер. Хочется поскорее его слопать. Стоять. Сначала нужно распределить карточки. Ура, ура. Я съем бургер. А я оближу. А я опять ничего не смогу сделать. Так несправедливо. Черт, я первая его кусаю. Я слишком голодная. Нет уж, ты сейчас его съешь. Что мне тогда облизывать? Эй, красть прямо из рук некрасиво. Я знаю, но еще более некрасиво это облизывать каждую часть бургера. Именно этим я сейчас и займусь. Теперь он весь покрыт моими слюнями. Фу, такой аппетитный бургер испортил. Да, и теперь тебе придется его съесть. Приятного аппетита. Надеюсь, он все еще вкусный. Ой, фу. Нет. Меня сейчас вырвет. Я не буду его есть. Странно, он же такой вкусный. Джейн, может быть, ты хочешь? Нет уж. Тогда я сам его слопаю. Круто. Как же я надеюсь, что в этот раз будет вкусняшка. Нет, только нет, я ненавижу рыбу. Может, тебе сейчас повезет? Точно, Джейн. Ты предсказала, ура. Нет, я не хочу облизывать рыбу. Я есть. Девочки не должны есть всякую гадость. Но им придется. Кто же будет первым? Если вы сами решить не можете, то я с удовольствием вам помогу. Мэри, давай начинай. Потом Джейн рыбку доест. Почему мир так несправедлив? Роуз. Смотри, Джейн, как Мэри старается. Каждый сантиметр облизывает. Помогите, она укусила меня. Она хотела меня съесть. Съесть мой бедный язычок. Получается, рыба может и меня слопать. Нет уж, я съем ее первой. Ха-ха, ну что, вкусно тебе? Понравилась рыбка? Думаешь, это смешно? Думаешь, мне весело? Нет. Энди, ты меня разозлил. Получай теперь. Ты что творишь? Больно же. И воняет. В этот раз точно должно быть что-то вкусное. Это же лаймы. Они такие кислые. Сейчас узнаем, кому из нас повезет. Точно не мне. Я должна съесть лаймы. А я облизать. Я же могу только помочь вам справиться с этой кислятиной. Энди, лови. Ай, больно же. Прямо по лицу попало. Я же случайно. Ты меньше болтай и больше облизывай. Слушайте, оказалось, это не так уж и мерзко. Конечно, потому что луэм сначала нужно разрезать. Облизать кожуру каждый дурак сможет. Вот теперь ты можешь реально облизать лайм. Спасибо большое. Всегда мечтал облизать кислятину. Ну какая же гадость. Кажется, Энди немного завис. Ничего, сейчас сок лайма поможет ему очнуться. Фу, какая же мерзость. Ха-ха, вкусный лайм. Понравилось? Это вообще не смешно, Мэрик. Там уже тебе придется его съесть. Ой, ничего кислее я не пробовала. Фу. Кислый лайм всех заставляет зависнуть. Нужно Мэрик как-нибудь пробудить. Не надо так кричать. Я уже здесь. О нет, только не кактус. Кому-то из нас сейчас очень не повезет. Мне. Я не хочу облизывать кактус. Ура, ура. Мне повезло. Как можно есть кактус? Он же колючий. Джейн, ты первая. Мне нужно немного собраться. Интересно, насколько этот кактус острый. Ай, больно. Он очень острый. Я даже не представляю, насколько больно будет его облизывать. О нет! Очень больно! Иголки даже в языке остались. Думаю, лейкопластырь должен помочь. Спасибо тебе. И правда помогла. Энди, теперь твоя очередь есть кактус. Уже? Но я не хочу. Он же гадкий и острый. Тебе придется. Что же делать? Бинго! Точно! Можно почистить кактус от иголок с помощью обычного пинцета. Крум! Так чистить очень долго. Бинго! Лучше возьми машинку для бритья. Это будет куда быстрее. Точно, спасибо. Какая она мощная! Иголок точно не останется. Теперь кактус совершенно лысый. Зато все иголки у нас на лицах. А вам очень даже идет. Думаешь, это смешно? Смешно будет, когда ты съешь кактус. Вот тебе. Но как смешно. Нам кажется, что очень. Скорее подписывайтесь на Хаханом, чтобы не пропустить следующие не менее крутые и веселые челленджи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»